Протанцующего Обаму, рожающего китайца и Ким Чен Ына без палочки. Смотрите в нашем обзоре. Ким Чен Ын вышел из образа человека с тростью. Газета трудовой партии КНДР напечатала фото лидера, на котором тот уверенно стоит без палки. Клюка в руках Ким Чен Ына появилась в середине октября. Севернокорейскому лидеру якобы сделали операцию на лодыжке. Новый танец от Барака Обамы покорил интернет. Американский лидер пустился в пляс на предвыборном митинге в Пенсильвании. Музыканты группы Brotherly Love окружили президента и стали петь. Тот устоять не смог. И пусть рейтинги Обамы со свистом летят вниз, зато дэнс-ролик на ютубе набирает миллионы просмотров. Очередная траги новость для кинофанатов. Звезда сериала «Шерлок Бенедикт Камбербэтч» помолвлен. Связать себя узами брака решил с театральным режиссером Сати Гантер. Новоиспеченный жених уже даже проведал мать возлюбленной. Его верные поклонницы, однако, надежду не теряют. Соцсети заваливают сообщениями, мол, придется постоять в очереди за звездой. Эта помолвка стала вторым ударом для поклонниц кинематографа за последнее время. Совсем недавно их ошарашил своей свадьбой Джордж Клуни. В ожидании чуда по имени Унитаз. Мельёвич предложили весьма странное имя для ее второго ребенка. Недавно беременная голливудская актриса узнала, у нее будет девочка. Стала подбирать имя. За советом обратилась к своей младшей дочери Эвер. Та предложила два варианта. Тойлет, либо байк лейн, что в переводе означает унитаз и велосипедная дорожка. Мама к совету прислушалась, правда, продолжает подбирать имя. Они плакали и кричали, иногда нецензурно. Китайские мужчины ощутили на себе радость рождения ребенка. Один из роддомов в Поднебесной устроил акцию «Благодарность материнству». Мужчины смогли почувствовать родовые боли. Мышцы живота рожающего отца стимулировали электрошокером. Большинство добровольцев – будущие папы. Призраки-гномы в белых балахонах взбудоражили Карабаш. Жители небольшого поселка в Татарстане утверждают, к ним зачастили внеземные гости. Издали говорят, похожи на маленьких людей в простынях. Появляются они из ниоткуда, а исчезают в никуда. Жители Карабаша даже дежурство установили, хотят понять происхождение существ. Подсказку им подбросили блогеры, мол, это все замаскированные бандеровцы.